Братья и сестры, друзья, сегодня у нас Богослужение, и в то же время это Божья Школа, где Бог нас учит, преподает нам крайне жизневажненные уроки, которые будут для нас благом в этой жизни и в будущей. И все мы учились в школе, и знаем, что если ученик пропускает уроки, но на какую оценку он может надеяться на экзамене? Поэтому в божественность в школе то же самое. Мы не должны пропускать Богослужение, мы не должны пропускать те уроки, которые назначены в Церкви. Вы знаете, если четыре раза посещать в месяц Божественную школу, то на экзамене пред Всевышним мы, наверное, не сможем заслужить хорошую оценку. Поэтому Писание предупреждает, не будем оставлять собрания наших, потому что в этих собраниях преподаются уроки, идет увещевание, наставление, назидание. Тем более, что мы усматриваем, что день пришествия Христа, он приближается. Поэтому давайте будем прилежными учениками в школе Божьей, чтобы нам учиться тому, чего Бог желает от нас. И мы перейдем к тексту. Первый послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Но из этого стиха я прочитаю только два слова. Сначала, а потом мы еще дальше прочтем. Итак, первый послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Наверное, многие уже догадались, о чем идет речь. Я прочитаю первых два слова. Здесь записано следующее. Великое приобретение. Друзья, великое приобретение. Ну, великое – это, значит, большое, огромное. Приобретение – это то, что приобретается, берется, покупается доход, прибыль. И вот сказано, что великое приобретение. Кто знает этот стих дальше, пока я читать не буду. Мы чуть-чуть вернемся позже. Ну, а вначале так. Приобретение, великие приобретения. Мы живем в мире, и в нашей жизни нам приходится многое приобретать. И знаете, приобретение, в зависимости от достатка, бывает разное. Кто-то приобретает на тысячи, кто-то на десятки тысяч. А вот, допустим, если купить автомобиль, то здесь нужно уже сотни тысяч. А если купить какую-то недвижимость, дом или квартиру, здесь уже несколько миллионов надо. Ну, примерно так. В церкви, в общем-то, церковь в этом мире, она живет скромно. И дальше на десятки миллионов мы не идем. Но за пределами церкви там люди приобретают. У них большие приобретения есть. Десятки миллионов, сотни миллионов, даже миллиарды денег. Такие великие приобретения. Много чего люди приобретают. Были и такие люди, которые хотели приобрести весь мир. Это были завоеватели. Их имена мы знаем из истории. Ну, ни одному из них не удавалось захватить весь мир. А часть какую-то, даже немалую часть этого мира захватывали. Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. И вот эти завоеватели, они приобретали этот мир, но они приобретали силу и оружие, огнем и мечом, силою, войском захватывали этот мир. Конечно, они душе своей повредили. Однозначно. Но мы давайте вдумаемся в эти слова. Какая польза человеку, если он весь мир уже приобрел и сделал вред своей душе? Казалось бы, радуйся, у тебя весь мир пред твоими ногами, все в твоей власти, все богатства, все, что в этом мире есть, все твое. Но Христос говорит, а душе своей повредил, какая польза из того, что у тебя все это есть? И вот, друзья, пользы-то, оказывается, никакой и нет, если человек обрел весь мир, а душе своей повредил. Мы живем в этом мире, в обществе, и это общество, оно характеризуется современными словами, это общество потребления. Люди потребляют, много чего потребляют. Ну, простой пример. Зайдем в супермаркет. Раньше не было супермаркета. Сто лет назад еще такого не было. Ну, и даже 50 лет назад в нашей стране такого не было. Мы зайдем в супермаркет, и мы увидим, что множество товаров, самых разнообразных, тысячи, десятки тысяч номинований. Но зачастую одно и то же, и под разными упаковками все это находится, разные производители, разные цены, естественно. И мы думаем, ну, это же естественное развитие цивилизации. Раньше были маленькие магазинчики, а сейчас большой супермаркет. Кажется, зашел, удобно. Все, что нужно, тебе, ты купил. Друзья, с одной стороны только. Вот как монета, она имеет одну сторону и вторую, так и с одной стороны кажется, что удобно. Мы должны понимать, что... Дети Божьи должны понимать, что развитие этого мира, развитие этой цивилизации, оно не происходит естественным путем. Ну, вот человек постепенно совершенствуется, познает, наука развивается, производство развивается. И вот поэтому, как бы, мы до этого и достигли. Это только внешняя сторона. Но есть и внутренняя сторона. Посланник Ефесянам, 2 глава, написано так, что вы некогда жили в этом мире по обычаю этого мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Люди думают, и, может быть, кто-то из нас думает, что этот мир естественным образом развивается, цивилизация развивается. Но нет. Писание говорит, что этот мир живет по воле духа, по воле князя мира сего. То есть, это инспирация дьявола, чтобы вот так вот, вдохновение дьявола, чтобы так весь мир развивался. А для чего? А для того, чтобы люди больше думали о земном, о материальном, что касается видимого, естественно, плотского, и совершенно не думали о Боге. И вот смотрите, человек заходит в супермаркет. Что? Какие у него мысли? Какие у него желания? Ну, первое желание. Хочу все купить. Хорошо. А ему разом подсказывает, а у тебя денег нет. А, тогда хочу много работать, заработать много, чтобы все купить. И получается, что этот мир живет по установке князя мира сего, дьявола, чтобы человек был занят земным, видимым, материальным. И, в общем-то, как и в древности, такой же лозунг – хлеба и зрелищ. То есть, видимого, плотского, земного, чувственного, наслаждений и все. А где Бог? А о Боге нету. Ничего. Таким образом, этот мир, он уводится от Бога, не думает о Боге, а душе не думает своей. Писание говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И вот в этом нет никакой пользы. Ну, давайте мы вернемся к нашему тексту. Мы прочитали только два слова. 1 Тимофея 6, 6. А сейчас прочитаем несколько больше. Итак, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. На этом остановимся, друзья. Итак, что же является великим приобретением? Великим приобретением является не то, что я могу себе купить хорошую новую машину или хороший дом, или множество домов, или весь мир вообще захвачу. Не это есть великое приобретение. Это Бог говорит. Через апостола Павла Духом Святым вдохновил сказать эти слова. «Великое приобретение для человека – быть благочестивым». Быть благочестивым и довольным. Что такое благочестие? Я уже говорил, напомню еще. Благочестие – это почтение к Богу и Его Слову. Благоговение пред Богом. Итак, самым большим приобретением является благочестие. Благочестие – это то правильное отношение, которое должно быть у человека с Богом, у человека, живущего на земле со своим Творцом. Благочестие. Правильное отношение к Творцу. То отношение, которое Бог желает со своей стороны, чтобы оно было в нас, к Нему. Благочестие. Почему благочестие? Потому что Бог есть Альфа и Омега. Альфа и Омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита. Начало и конец. Все им начало быть. Вначале сотворил Бог. И почему мы здесь? Почему на этой земле? Потому что Бог вначале сотворил. Но Он и Омега, Он и конец. Мы однажды, все люди выйдут из этого мира. Мы все выйдем отсюда, из этого мира. Для того, чтобы предстать пред тем, кто является не только Омегой, концом, но и началом. И вот тогда пред Творцом будет самое важное не то, что ты приобрел в этом мире, живя на этой земле, а то, что приобрел ты, приобрела твоя душа. И самое важное качество, которое будет тогда, когда мы выйдем, и все мы выйдем и предстанем пред Творцом, самое важное качество это будет благочестие. Это то почтение, то благоговение, почтение к Богу, к Его Слову, которое мы приобрели, живя на этой земле. Поэтому, друзья, что является великим приобретением? Каковы цели в нашей жизни? К чему мы стремимся? Что мы хотим приобрести? Вот современный мир, он позволяет приобрести все, что нужно для твоей плоти, для твоего тела, для твоей жизни земной. Все, что нужно. Если ты захочешь иметь золотой автомобиль, да не вопрос. Напиши письмо в любую автокомпанию, они тебе произведут и сделают золотой кузов из чистого золота. Ну или позолоченный, если у тебя денег меньше. Пожалуйста. Все ваши прихоти за ваши деньги, пожалуйста. Но пусть не будет у нас этим стремлением, чтобы обретать на этой земле земное, материальное, внешнее. Потому что Бог говорит, и это слово истина. Великое приобретение – быть благочестивым. Быть благочестивым. Это то единственное правильное отношение с Богом, которое мы должны иметь. И оно нам поможет в день суда, когда мы пристанем перед Богом. Бог посмотрит. Так, что ты принес? Господи, у меня на земле много чего. Нет, что ты принес? Где твое благочестие? Было оно. Ты почитал меня, ты почитал мое слово, которое я дал, чтобы ты его исполнял в своей жизни. Это было в твоей жизни? Чтобы нам не оказаться с пустыми руками. И, как говорится, у разбитого корыта. Ну, и второе приобретение касается нашей земной жизни. Быть довольным. Что это значит? Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Смотрите, рождается ребенок. Он приходит нагим в этот мир. Но его тут же запеленают, его тут же покормят. То есть, необходимое ему дадут. И вот в этом слове, имея пропитание и одежду, это то необходимое и нужное. Что нужно для человека? Будем довольны тем. Имеешь ты одежду? Будь доволен. Если у тебя старенький автомобиль, и ты не можешь пока обрести себе поновее, ну и будь доволен тем. И радуйся, что у тебя такое есть. Благодари Бога за это. Давайте мы вспомним некоторые библейские примеры. Когда израильский народ выходил из Египта, и они шли пустынью. А в пустыне какая пища? Где там что садить, сеять или убирать? Где там что? Что-то можно с дикорастущих деревьев сорвать? Там же ничего нет. И вот Бог снабжает свой народ. Ну и мы читаем в Писании, что они шли по пустыне, обувь на их ногах не ветшала, одежда не рвалась. Питание у них было. И питание было простое. Единственная пища, которую они имели, это манна. А что такое манна? Хлеб ангельский. Ангелы едят эту пищу. Хлеб ангельский дал им есть. На земле этого нету. Но это есть на небесах. И Он дал им этот ангельский хлеб. И они питались этим хлебом. И там в этом хлебе, в этой манне было три составные части, которые необходимы для нашего организма. Потому что это было как бы хлебное. И там написано, это был вкус лепешки с медом и вкус лепешки с маслом. Получается, белки, жиры, углеводы, все есть. Скажите, всемогущий Творец мог бы дать им побольше пищи? По разнообразнее? Мог. Он Бог. Он может все. Но Он им этого не дал. Он дал вот эту пищу, простую. Но необходимая пища для того, чтобы они прошли эту пустыню и остались живы, и были здоровы. Теперь Новый Завет. Христос проповедует в пустынном месте. И вот уже вечер. И люди проголодались, им надо есть. И Он пять тысяч людей накормил двумя хлебами, пятью рыбками. Так? Или наоборот? Пять хлебов, две рыбки. Да. Смотрите, хлеб и рыба. Ну, простая пища. Я часто, когда у нас есть рыба в доме, я говорю, будем есть евангельскую пищу, хлеб и рыба. Очень вкусно, между прочим. Просто. Мог бы Христос им больше дать? Мог. Он Бог. Но Он не дал. Он дал им простую пищу. Христос приходит с учениками в дом Лазаря. И вот Марфа стала заботиться о большом угощении, так написано. Она хотела, чтобы было почетный гостья, чтобы было разнообразие блюд. А Мария сидит и слушает проповедь Христа. А потом Марфа упрекает, Господи, вот я суючусь, как бы много надо сделать. А вот Мария мне не помогает, а Он говорит ей, да вот ты заботишься о многом. А одно только нужно. А одно, то есть, простое какое-нибудь блюдо, несложное. Несложную простую пищу. И тем сам Христос показал, что, имея пропитание и одежду, имея необходимое и минимальное, чем ты мог бы жить в этом мире, будь доволен тем. И это ничто иное, как великое приобретение. Если ты доволен тем, что у тебя есть сегодня, ты не будешь мечтать о богатстве. Потому что, если глядеть в этот мир, столько может появиться зависти. У того лучше, у того лучше. И дома, и машины, и вообще они едят, и одеваются, и все прочее. Если ты приобрел довольство, тебе ничего этого не надо. Самое главное приобретение – быть благочестивым и довольным. Друзья, почему благочестивым? 1 Тимофея 4 глава 8 стих. «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезны, имея обетование жизни настоящей и будущей». Благочестие полезно на все, потому что в нем обещание жизни настоящей и будущей. То есть, если ты будешь благочестив в этом мире, ты будешь жить в этом мире, у тебя будет жизнь. И тем более в вечности ты будешь жить. Обещание жизни ты проживешь и в этом мире, и в будущем. Нет, может быть, у тебя в жизни не будет такого изобилия, как у людей мира сего, но ты будешь жить. Может быть, даже твоя жизнь прервется раньше в страданиях за Христа, но ты будешь жить вечно. Еще обещание этой жизни здесь можно истолковать так, что ты не будешь подвержен тем грехам, временным греховным удовольствиям, порокам, в которых живут люди мира сего, и они болеют и умирают раньше срока, раньше времени. Ты не будешь судим Богом, если ты будешь грешить, если ты будешь жить благочестиво, и ты не будешь грешить. И Бог тебя не накажет за твои грехи, как Он наказал преждевременной смертью Ананию Цапфиру. Помните этот эпизод из «Деяния апостолов»? Если ты будешь благочестив, ты будешь жить в этом мире. Ну и самое главное обещание – ты будешь жить в вечности. Друзья, я заканчиваю. Последние два штриха скажу. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестие приобретается. Для того, чтобы нам купить автомобиль или дом, нам нужно много трудиться. Ну естественно, не пропуская служений, не пропуская божественных уроков, школы Божьей не пропуская. Нам нужно много трудиться, нам нужно вставать под и прочее, и прочее, и прочее. Мы приобретаем. В этом мире говорится так, без труда даже рыбку из пруда ты не выудишь. Какое-то минимальное усилие надо приложить, чтобы поймать эту рыбку и вытащить ее из пруда. Так вот, когда мы что-то приобретаем в этом мире, нам нужно много трудиться. И это нормально, это естественно. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестие тоже приобретается. Оно не дается тебе. просто так ты стал христианином и стал вдруг благочестивым. Нет. Благочестие приобретается. И путь к приобретению благочестия давайте мы посмотрим. Второе послание Петра. Второе послание Петра. Первая глава. Нам даромны великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание. Как мы прилагаем старание в нашем земном труде, чтобы приобрести что-то, чтобы нам иметь хлеб в жизни, то вы прилагая к нему все старание. Покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие. Вот оно. Великое приобретение быть благочестивым. Как оно достигается, как оно приобретается в нашей жизни? Приложите все старания, Бог дал вам слово. Пусть это слово будет взято верой, взято послушанием в вере. И дальше проявление всех тех добродетелей и качеств, которые мы должны проявить, чтобы обрести что? Благочестие. Благочестие. Друзья, быть благочестивым, приобрести благочестие – это труд. Давайте будем трудиться, потому что упражняться в благочестии, потому что благочестие – это обещание, в нем обещание жизни земной и жизни вечной, самое главное. Пусть Бог нас всех благословит. Мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь.